Всем привет! Мы добрались до Киева. Сейчас мы пойдем гулять. Здесь, как оказывается, сегодня день города. Вон в гулянии все наряжено, куча народу в центре. Вот сейчас вы можете увидеть, какие дома строили раньше. Еще один пример. Тут же на перекрестке видно современная архитектура. Так себе. Ну и, конечно же, советское наследие. Это вообще никуда не годится. Мы двигаемся в сторону Майдана и видим на путевоку. У вас очень красивый величественный плацет в Киев. С фронтомом и колонками. Еще Дима мне сказал снять парк Красный. Я не знаю, что им интересного. Это передвижные кофейни. В Киеве их очень много. В Москве, кстати, они тоже появились, по-моему, из Киева. Недалеко от Майдана находится Пинченко-Марцетта. Это центр современного искусства Киева. Мы сюда, конечно же, не пойдем, потому что у нас мало времени. Но у нас есть какие-то выставки. Так что как-нибудь она будет сюда принес. Так, зашли на окрытый Бессарамский рынок. По словам Димы, он с незапамятных времен функционирует. Ну и, в общем-то, все. По-поясному. Вот, вероятно, в рамках празднования Дня города забег. Ну, вернее, как не забег, а зорниц такие спортивные соревнования. А это всегда улица пешеходная? По выходным, да. А, вот. По выходным вот эта широкая улица, ведущая к Майдану. Она вся для пешеходов отдана. Вот мы и вышли на Майдан Незалежности. Это самая главная площадь Сангумил. Майдан Незалежности. Майдан Незалежности. Майдан Незалежности. Митис Майдана Незалежности. Майдана Незалежности. Уже с Майдана Незалежности. Мы с ним обойтись. И сегодня мы поделитесь с Fuensi. Существами, да. Народное гулянье. Можно уличать. Если бы так, что было инсталляцией в Калибардах Мало-косово-тик. Их исторических идей, у нас в Калинске. Мне очень понравилось здание оперного театра. Говорят, что в Одессе еще более красивое здание, но и это очень достойное место Очень красивый бренд пауэр на одном из домов из мозаики, такой блестящий а вот там в далеке видеться таллиннская постройка со звездой там говорят у Верки Сердюшки на четвертом этаже квартира А вот это здание у меня вообще в числе ярко красный выкрашенный главный корпус университета Тарас Шевченко Кто это? Известный пауэр В общем, тут деревья не видно, но он весь выкрашенный очень ярким цветом и это создаёт такое прям впечатление Первый раз уже Еще мы заметили, что в Киеве очень много дорогих тачек Трехи бракуэх, надобладменных Видать, это столица и люди очень много денег зарабатывают и могут позволить себе тачки Единственное, что смущает, что дороги на эти деньги никто не ремонтирует Это из них Трехи 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 Трехи